И снова о гуманитарке. Эта сфера нашей жизни постоянно требует дополнительной информации. Дело в том, что помощь, которая приходит в нашу республику, разнообразна, многопланова и не всегда регулярна. Помимо российского МЧС, на территории республики аккредитованы несколько международных благотворительных организаций, которые также помогают выжить оказавшимся в беде жителям Донбасса. Последние новости в этой чувствительной для населения Харцизской области нам сообщили в городском УТСЗН. В настоящее время попросили информацию Центра развития Донбасса. Также чешская гуманитарная организация хочет предоставить гуманитарные продуктовые наборы лицам с хроническими заболеваниями. Еще раз напомню, онкологические больные, лица, принесшие инсульт, инфаркт. Ну и, естественно, те, которые состоят на учете, на диспансерном учете. Списки больных туберкулезом и спидом формируют в больнице. Эта информация не разглашается, и гуманитарные наборы больные получают непосредственно в ЦГБ. Лицам, перенесшим в последние два года инфаркт или инсульт, а также онкобольным, для оформления гуманитарной помощи необходимо обратиться в УТСЗН. За что хотим напомнить еще раз, все-таки лица, которые нуждаются в оказании, в поддержке государственного оказания помощи, необходимо все-таки обратиться в Управление труда. Мы рассмотрим индивидуально каждого человека, направим именно той организации, которые могут оказать помощь конкретному человеку. Ну и российскую инфарктуру мы так и продолжаем принимать, как и это было раньше, в соответствии с распоряжением главы республики. В нашей категории многодетные, переселенцы, беженцы, члены семи погибших, так и продолжаем принимать. В октябре по спискам УТСЗН в терцентре выдавали подгузники, как для малюток, так и для взрослых, лежачих больных. Эта помощь пришла от Центра развития Донбасса. Нам обещают, что сейчас рассматриваются вопросы, и те лица, которые не успели под первую раздачу, под первую выдачу этой помощи, получат в самое ближайшее время вторую помощь. То есть наши опоздавшие граждане будут обеспечены. Чешская гуманитарная организация, как и Центра развития Донбасса, обращает внимание на материальное положение семьи. Для чешской организации дохода должен быть не более 3000 рублей в месяц на одного человека в семье, а то же самое и Центра развития Донбасса. В целом, по документам, предоставленным в УТСЗН Харциско и Лавайско из Угреса, право на получение гуманитарной помощи в этом году получили более 5000 человек.